Они копали в блинах, то есть в блиндажах, пылесосили поляны с металлоискателями и рыли раскопы, ямы более 10 квадратных метров. Делали всё, чтобы память об известных героях Великой Отечественной поднять на поверхность. Сегодня их принимают в Тульском Кремле. За кругом столом лидеры поисковых отрядов, которые объединил Центр Искатель. Подвели итоги весенне-летнего поискового сезона. Алексей Полунин со своими копателями приехал из Киреевского района. В этом году раскопки проводились в двух местных деревнях. Найдены останки троих бойцов. Медальоны битые. Установить имена не удалось. Останки захоронили на кургане бессмертия. Получили поисковики и обращения от местного жителя. Якобы в реке Шат под деревней Бредихина в ноябре 41-го под лёд ушёл танк. Проверили. В июле мы выехали на место, пообщались с местными жителями. И в ходе нашей экспедиции нам удалось с помощью поискового магнита выловить некоторые военные артефакты. Такие как гильзы, такие как штык-нож, фрагмент винтовки Мусина. А также, что немаловажно, это были некоторые элементы бронетехника. В сентябре и октябре работа по поиску танка будет продолжена в данном районе. Поисковые разведки в этом году развернулись в Туле, Олексине и Новомосковске, Щёкинском, Богородицком, Киреевском и Венёвском районах. В ходе экспедиций нашли личные вещи красноармейцев, каски, ножи, фляги. Поднять удалось останки 17 бойцов. Именно двоих, обнаруженных под Ясногорском, установлены. Сейчас идет антропологическая экспертиза. После останки захоронят. Вахту организовали и на месте братской могилы под Олексином. В 41-42-м в деревне Горушки упокоились 145 воинов. Однако в 60-х отчитались. Захоронение перенесено. Останки бойцов находили в 90-х. В этом году подняли еще двоих воинов. Больше всего открытий на вахте памяти под Белевом. Раскопки там проходили и в прошлом году. В них участвовал Алексей Дюмин. Вместе с поисковиками в 4-х километрах от деревни Башкино нашли и подняли останки советского солдата. Рядом откопали 46 патронов для Моссина. Пряжку от ремня и каску. В этом году подняли останки 9 человек. Вы сохраняете людям память. Вы даете имена. Находите наших бойцов, которые отдавали свои жизни. Которые в бизнесе пропавшими. И возвращаете их домой. Поэтому вам большое за это спасибо. Мы со своей стороны, со стороны правительства Тульской области, я как глава региона, мы, конечно, будем вас поддерживать. Много говорят о патриотическом воспитании, о патриотическом таком направлении, о национальной идее. Вот вы как раз та часть, достаточно емкая часть именно национальной идеи, нашей национальной идеи. И, конечно, большой работой вы идете по патриотическому воспитанию, что тоже в наше время непростое. Это тоже очень важно. В весенне-летнем поисковом сезоне приняли участие более 150 человек. Наводили порядок на воинских мемориалах. Участвовали в международной военно-исторической экспедиции Северо-Западный фронт. Поисковый сезон продолжится до октября. Теперь места бывших боев можно будет исследовать с высоты птичьего полета. Алексей Дюмин подарил искателям коптер и металлоискатель. Все находки отправят в музей Тульского Кремля. Среди экспонатов будет и гильза от гаубицы, которую советские солдаты использовали как мишень для обстрела оружия, а также фляжки, каски, инструменты. Выставку планируют открыть ко дню неизвестного солдата 3 декабря. Андрей Чаркин, Роман Тюкин, Первый Тульский.